Сегодня все говорят о кризисе как о чем-то катастрофическом. Ну, правильно. Но, в принципе, кризис – это свидетельство приходящих перемен в нашу жизнь. Кризис заставляет что-то менять в подходах. И по мнению некоторых специалистов, которые прогнозируют будущее экономик разных стран, и какие же возможности для людей будут в приоритете в ближайшие времена, из-за того, что наступили такие сложности в экономике, то есть такие люди, эксперты, которые утверждают, что для самовыживания, самоорганизации и самообеспечения наиболее всего подходит такой вид бизнеса, как MLM. Был бы только соблюден баланс. Что имеется в виду? Продукт нужен такой, который в этих тяжелых условиях способствовал бы выживанию людей. Ну, например, продукт, который позволяет что-либо экономить. В условиях кризиса – это хорошо. Если ты продаешь элитные духи через MLM-компанию, через сетевой маркетинг, то это, конечно, проблемно в условиях кризиса. Или даже хорошие, замечательные продукты, связанные со здоровьем или еще что-то. В условиях кризиса – это не в тему, как говорится, к сожалению. А вот что-нибудь экономить, найти какой-то продукт, который бы заменил в повседневном обиходе то, что мы покупаем по большой цене, но все время покупаем, вынуждены покупать. Вот это – да. И, например, такой вид бизнеса, как продукт, который позволяет экономить топливо, например. Никогда люди с автомобиля не сойдут, ни при каких кризисах заправляться будут. А вот сэкономить на бензине – это – да. И заботиться о людях не надо. И рабочих мест много. И это может быть дополнительной подработкой в свободное время. И работа из дома, снимается нагрузка на транспорт. Ну и так далее, и так далее. Я не специалист, не буду выдаваться во все детали анализа. Ну вот, например, читая статью в английском издании каком-то, написано «Кризис настолько ударил по мировой туристической отрасли, что два туристических гиганта – компания Globetrotter и онлайн-агентство LastMinute.com решились на изощренный пиар-ход». Они обратились к гражданам Великобритании с заманчивым предложением отправиться на три месяца в кругосветное турне по красивейшим городам мира и лучшим курортам. Требований всего два. Первое – пройти собеседование. Второе – уже в ходе поездки ежедневно присылать подробные отчеты о своем отдыхе. А все остальное время – летать по миру, жить в лучших отелях, питаться в ресторанах, ходить по музеям, заповедникам и так далее. На первый взгляд, пишет издание, работодатели спятили. Организация элитного отдыха для миллионов британцев войдется компанией в 33 тысячи долларов на одного сотрудника. Общие затраты кажутся просто грандиозными. Но масштабная рекламная кампания всех этих курортов, равно как и серьезные маркетинговые исследования, обошлись бы гораздо дороже, как подсчитали специалисты. К тому же такие сотрудники, путешественники, имеют друзей и знакомых сотни и тысячи, а те, в свою очередь, также имеют друзей и знакомых. Цепочка растет, а значит и охват потребителей тоже. Бомбовый эффект такой пиар-компании обеспечен. О чем это говорит? Это говорит, что принцип сетевого маркетинга, распространение через человека, через его близкие связи, через его личные эмоции, впечатления, через доверительную связь между близкими людьми, сегодня в условиях кризиса становится наиболее оптимальным. Вот вам и доказательство того, что MLM бизнес имеет в усложняющихся условиях мировой экономики огромный потенциал, который скоро будет реализовываться по-настоящему, жить заставит. А во-вторых, принципы сетевого маркетинга, распространение информации от человека к человеку, а не через рекламу, которая сегодня очень дорогостоящая и неэффективна, становится все более популярным. И умные люди готовы инвестировать деньги лучше в принципы MLM, чем в обычные рекламные компании. Так что мы с вами, ребята, на правильном пути. Желаю вам удачи. Продолжение следует...